Радио Болтком Доброе утро, доброе утро пятницы, 27 августа. Климат-контроль с Константином Рангсом. Ассистировать Константину буду я, Александр Шунин. И сегодня мы с Константином договорились поговорить о том, как экология отражается на наших кошельках, как может подорожать все, что угодно, от электричества и газа до, в общем-то, предметов первой необходимости. И следующим образом можно сформулировать тему, готовы ли вы ради экологии затянуть пояса. Да, уважаемые слушатели. Константин, доброе утро. Доброе утро, Александр. Такой вопрос, в котором на самом деле содержится, не будем кривить душой, ответ. Все мы ходим по магазинам и давно обращаем внимание, что все, что имеет приставку «Эко», то сразу, в общем-то, ну если не нолик дополнительный на ценнике имеет, то значительно дороже стоит. Это бросается в глаза, это касается и продуктов питания, и фруктов, и вообще, и даже автомобилей. Любая «Эко-модель» на батарейке стоит, конечно же, на несколько тысяч сразу дороже бензинового или дизельного. Почему это так? Экологических стандартов. Где сейчас евро-3 или, допустим, евро-2? Это далекое прошлое. И, в принципе, их допускают к езде по нашим улицам только в расчете на то, что скоро все-таки эти машины сгниют, сломаются, их отправят на свалку, и автовладельцам, желающим, так скажем, продолжить ездить на своем автомобиле, таки придется покупать новый автомобиль. Причем ведь не скрывают, когда говорят, что новые бензиновые и дизельные автомобили могут стать дороже, чем будут гибриды или, например, те же самые электроавтомобили, полные электроавтомобили на батарейке. Тут попытка, так скажем, выдавить людей в экологическую зону, в экологическое потребление вот таким вот своеобразным, но вполне проверенным путем, кошельком давить на кошелек. То же самое произошло чуть больше ста лет назад, когда были альтернативные же, в общем-то, виды топлива для тогда начинающихся автомобилей, и тот же самый спирт, и те же самые электромобили были в начале 20 века, но, да, было выдавлено различными методами, и, в общем-то, стали ездить на углеводороде. Понятное дело, то есть борьба-то идет постоянно. И, кстати, надо сказать, что тот же самый спирт в Бразилии никогда своих позиций не сдавал, поскольку уж там всегда был избыток, так скажем, материала для производства спирта. Вот они на спирте, в общем-то, и ездили. Это у нас как бы было царство нефти, вот, Европа, США, вот. А там они прекрасно пользовались. Если даже не полностью ездили на спирту, то они его добавляли в бензин, делали всякие коктейли. Поэтому, кстати, там очень популярны были машины, которые были более, так скажем, благодушно относящиеся ко всевозможным вот таким вот горючим смесям. Современные же автомобили, они будут и сейчас есть, и будут становиться все более и более требовательными к качеству топлива, а, следовательно, будет повышаться и цена этого топлива. Но, естественно, это более будет сложный процесс его изготовления. И в этом тоже есть этот план, так сказать, далеко идущий. Тут ведь речь, получается, идет не столько и не только о борьбе за чистую окружающую среду, но, в общем-то, за многомиллиардные прибыли. Ну, без этого как бы как раз в том-то и дело. Это позиция критиков, существующих вот этих, так скажем, лидеров зеленых. Точнее так, критики критикуют зеленых, их лидеров, которые окопались в Европарламенте, в Еврокомиссии, на предмет того, что их непредлагаемые решения недостаточно кардинальны. Вот, например, Грета Тунберг известная, она же прямо говорит о том, что и ее голос, она как рупор тех, кто считает, что пока вы не решите вопрос с потреблением, пока не будут, не закончатся эти бесконечные парады, демонстрации моделей одежды от Кутюр, да, там сезон осень 2021-го, зима и прочее. Известно, что вот эта индустрия моды – это огромнейший, мало того, что загрязнитель природы, окружающей среды, так еще она выбрасывает огромное количество углекислого газа в атмосферу. Другое дело, что на эту индустрию работает много людей, и если мы, в общем-то, перейдем к жизни в универсальных спецкостюмах, так скажем, будем в форме ходить, в однообразной, то, конечно, нагрузку на природу это уменьшит, но нужно будет думать, куда деть этих самых людей, которые занимались до сих пор придумыванием всяких фасонов, рюшечек и шили эту одежду, которую мы регулярно покупаем, а потом выкидываем. Здесь, что называется, куда ни ки, ни всюду клин, потому что, с одной стороны, да, вот эти дизайнеры, которые останутся без работы, но, честно говоря, в определенном смысле, прошу понять меня правильно, их условно, ну так, в кавычках, жалко меньше, чем тех же самых швей, работников смежных производств. С другой стороны, опять же, тут возникает другая проблема, те самые пресловутые китайские дети, которые несчастные под портретом Мао Цзэдуна по ночам якобы шьют кроссовки в жутких промышленных масштабах. Но хотелось бы про Грету Тумберг и ее заявление. Тут же она на днях оскандалилась с новозеландскими фермерами, которые очень сильно на нее обиделись, и теперь призывают принести свои извинения. Она их обвинила в загрязнении тоже атмосферы, а речь идет о выхлопных газах, прошу прощения, которые вырабатывают новозеландские коровы. То есть Грета недовольна абсолютно всем вообще на свете, за что ей прилетело от фермеров. Мол, Грета, ты займись своими делами, у нас самые экологичные на свете фермы вообще. Ну, тут очень интересно. Грета же говорит не про экологичность ферм как таковых, а ферма. Что такое экологичная ферма? Есть корова, есть животное с формированной эволюцией. Из обоих, вообще надо сказать, что с точки зрения эволюции, все живые существа – это трубка. На одном конце, которое получает продукт, на другом она его выдает. Так вот, корова, типа парниковый газ, выдает с обоих концов. Они выходят и через кишечник, и, прошу прощения, обратно через пищевод в виде отрыжки. Потому что, как известно, корова – животное жвачное. Она пищу пережевывает два раза. У нее очень сложный желудок. И по этой причине выделяется газ метан, который гораздо в несколько десятков раз более эффективный, как парниковый газ, чем углекислый газ. Так вот, эта корова сама по себе, где бы она ни стояла, в самой идеальной ферме, пусть ее навоз и моча будут утилизироваться, ну, что называется, через какой-нибудь там термоядерный реактор. Но сама корова, пока она живет, она выделяет газ. Ну да, понятно и естественно. Но, Константин, согласитесь, что так можно договориться до того, что проблема перенаселенности планеты очень легко решается. Слишком много людей, которые тоже трубки. Об этом надо сказать, что есть и такие радикалы, которые считают, что слишком много людей на планете. И очень хорошо, что, например, развиваются с их точки зрения движения child free, то есть остаться без детей, не плодить потомство. Все это как бы очень хорошо, потому что к концу века будет уменьшаться народ и население, и таким образом уменьшится потребление, и таким образом наступит, что называется, баланс потерпления, то есть нагрузки на планету и того, что планета может нам дать. Есть и такие радикалы. Ужас. Константин, у нас есть звонок из эфира, примем, ладно? Давайте. Доброе утро. Доброе утро. У меня два вопроса. С электромобилями. Ну, электричество вместо бензина может экологически чисто. А сам автомобиль, его производство, его утилизация. Как она, экологически или нет? И второй вопрос. Вот мы в магазинах, если мы увидим эко, где гарантия, что вот эта эко действительно присутствует, а не просто надпись, чтобы люди лучше покупали? Спасибо. И в самом деле спасибо большое. Ну, начнем. Хотел бы как раз обратить внимание на то, что, например, вот эта тема, вот которую мы сейчас обсуждаем, только на гораздо более таком мощном национальном уровне, была поднята на минувшей неделе, на уходящей неделе в Финляндии. Крупнейшие специалисты выступили с таким списком 11 проблем, 11 важных элементов, которые будут связаны и с глобальным потеплением, и с борьбой с этим самым потеплением. То есть, по сути дела, все проблемы можно разделить на две группы. Первая часть проблем – это проблемы, связанные с изменением климата. Вот правильно так говорить – изменением климата. Изменение климата диагностируется, есть цифры, факты, с этим все понятно, да? И уже понятно, к чему это приводит, изменение климата. Например, размножаются насекомые и вредители. Появляются новые инвазивные виды, очень опасные. Есть новые инвазивные виды, которые не опасные, но которые меняют структуру жизни. Например, рыба-горбуша появилась в северных реках Финляндии. Реки потеплели. Горбуша любит более теплую воду. Она стала выдавливать традиционный для тех мест лосось. Вот одна из причин – это то, что реки потеплели, то есть все это меняется. А если там все заточено под лосося, то горбуша, которая, как известно, приплыла от металла икру и умерла, это как бы вызывает нарушение сложившихся традиций цепочки производственной. Кроме этого, засухи, наводнения. То есть изменение климата приводит ко всяким нарушениям. И они составили список, какие будут вот эти проблемы из-за изменений климата. Ударит прежде всего это по фермерам. В городах будут проблемы. У нас, мы знаем, это и размывы и прочее. Все это нужно будет латать, чинить. Следовательно, деньги наши будут уходить куда? Вот на починку того, что природа будет постепенно разрушать. Но есть проблемы, и это очень важно. Представьте себе это. В экологичнейшей Финляндии они говорят об этом откровенно. Что есть проблемы именно из-за самой борьбы с изменениями климата. Ну, например, совершенно понятно, что если мы будем бороться с уменьшением потребления бензина и дизеля нашими машинами, тракторами, то наши государства будут меньше получать налогов. Ведь на каждом литре, условно говоря, бензина больше половины – это налоги, это не цена топлива. Вот в чём проблема, получается. А если, значит, нету покупок вот этого бензина, значит, нету налогов. Откуда возьмутся эти деньги? Ну, это решается распределением налогов. Да, это распределят на всех, но это тогда совершенно непонятно. Условно говоря, старушка, которая не ездит на автомобиле, не имеет её, почему она должна из своих налогов, своей пенсии платить за то, что какой-то молодой красавец будет кататься на дорогущем электрокаре. А сейчас происходит примерно то же самое, но в другую сторону. Люди, которые не пользуются общественным транспортом, ну, вот, скажем, живут в Риге, они датируют в том числе и своего кармана через городской бюджет Рига-Сатексмы. Да, в других объёмах и в другом направлении, но, тем не менее, нечто подобное происходит. Это тоже, как говорится, перекачка, да, и возникает вопрос о том, что если до этой самой старушки дойдёт, что её обирают, за кого она пойдёт голосовать на следующих выборах? Будем об этом говорить. Явно не за экологов, а за традиционалистов, скажем так. Но вторая часть, или, точнее, первая часть вопроса была об экологичности самих электромобилей. Это, а, само производство, и, б, утилизация батарей, которые накапливаются. Массовая утилизация батареи ещё не произошла, потому что не так много электромобилей было куплено 10-11 лет назад, то есть период службы этих самых батарей. То есть они только сейчас начинают поступать, и, в принципе, надо сказать, что с их утилизацией не всё так хорошо, как представляется. Есть программы, об этом говорят много в Европейском Союзе, но мы ещё посмотрим в ближайшие 5 лет, когда пойдёт вал батареи, к чему всё это приведёт. Само по себе, конечно, процедура не очень-то, прямо, скажем, чистая. Как и добыча лития, и добыча других кобальтов. Не стоит забывать, что, например, тот же кобальт добывается большей частью теми же самыми детьми, которые копаются в шахтах в центральной части Африи. Например, в той же самой Конг. Это страшное дело. И поэтому, когда говорят о том, что мы хотим уйти от кобальтов в батареях, это в том числе и потому, что это с очень-очень, с социальной точки зрения, мерзейшее производство. Но, с другой стороны, если его делать промышленным, то тогда кобальт ещё больше воздорожает, воздорожают ещё больше батареи. Вот это одна из сильнейших проблем, которую не может решить, так скажем, Европа с её благодушным подходом к жизни. Если вы хотите, чтобы продукты были доступные, то тогда означает, что кто-то где-то должен будет, что называется, с детства до гробовой доски проводить свою жизнь либо за швейной машинкой шить вот эти модные одежды по дешёвой, по низкой, чтобы они продавались по низкой цене, либо копаться в земле, выискодобывая вот эту руду. То есть, социальный разрыв становится вообще невообразимым. Это первая проблема. Вторая, всё-таки утилизация. Существуют ли технологии уже проверенные утилизации тех самых батарей? Потому что на ум, на память приходит утилизация, ну, скажем, аккумуляторов все эти вот свинцовые, да-да-да-да-да, все эти фракции. Что с батарейками от тех самых пресловутых Тесл и прочих электромобилей? Это литий-ионные, литий-бельмерные, ну, это то же самое близко. Они же тоже разбираются на данный момент вручную. А кто вообще может, где есть роботы, которые могли бы автоматически, роботы могут что-то собрать, а вот разобрать, например, старый ноутбук, они не могут. И это делают, опять же, например, в той же самой Нигерии, в других странах Африки существуют совершенно циклопические свалки, куда привозят вот этот весь наш мусор с развитых стран, и там сидят люди, те же самые дети в основном, которые разбирают все эти чайники, которые сделаны так, что их не разобьешь, они их раскалывают, и разбирают все это на разные вещи. Вот это пластмассно, это, значит, пойдет на переработку, а вот тут есть ценные металлы, если все это переплавить. не нужно забывать, что весь этот мусор никуда не девается, нету его, так скажем, какого-то идеальной переработки, он везется туда, где нищие люди кладут свою короткую жизнь, потому что на такой свалке долго не проживешь, для того, чтобы весь этот наш мусор, все это дерьмо, каким-то образом переделать, что потом из этого могли бы сделать нам новые вещи, а после этого мы видим в рекламе, когда нам предлагают каждый год покупать, купить какую-то новую электрическую фигуринку, которая не слишком лучше, чем та старая, но это запускает производство и опять-таки дает рабочие места и налоги. А насколько все вот эти литиевые батареи при их разборке их возможно использовать повторно? В том-то и дело, я хочу сказать, что технологии это все переработать есть, но как в том старом анекдоте про слона, съесть-то он съест, только кто ж ему даст? Вопрос в том, что если переработка будет очень дорогая, вот потребуется, встанут с зеленой стеной, требуем, чтобы переработка был полностью замкнутый цикл. Окей, но тогда переработка батареи условно говоря обойдется, ну, примеру, допустим, в 20% ее стоимости. Значит, при покупке она подорожает на эти 20% или сколько там будет, да? То есть, мы опять получим удорожание. Но где-то попытаются, естественно, в странах третьего мира сэкономить на переработке и, естественно, возникнет вопрос о том, что те батареи могут оказаться дешевле. Следовательно, появятся те, кто начнут бороться против вот такого. Видели, допустим, на многих товарах, но в Латвии это не очень распространено, а в Скандинавии очень распространено. Значки такие есть, две капельки, синяя и зелененькая, и написано Fairtrade. Так, честная торговля. Да, честная торговля, типа того, что те люди, которые вырастили это кофе, получили достойную зарплату. И там труд малолетних не использовался и так далее, и так далее, и так далее. Душат слезы. Ну, честно. Вот я могу сказать, что, например, вот мои знакомые были финки, испанки, кстати, испанцы, имею в виду, они, которые действительно, когда говорили о бедных африканских и азиатских детях, они это говорили реально со слезами на глазах, в Западной Европе, в Западной Европе, у которой последний катаклизм, это была война, которая закончилась в 1941 году, уже точка, вот этот болевой порог значительно вырос. И для них вот эта мысль о том, что я ношу одежду, вот на мне такая вот, так скажем, как эта самая, рубашка, как она правильно называется, она сделана была для Финляндии из отходов пластиковых бутылок. На ней было особо написано, что она сделана из пластиковых бутылок. Я обратил на эту штучку, на эту рубашку внимание только потому, что стоявший рядом Финн, увидев эту надпись, сказал своей жене, что это надо брать, потому что это же из пластиковых бутылок сделано, из отходов. Это все хорошо и понятно. Я поясню свой сарказм. Вот этот вот фейртрейд и достойная зарплата и почему я сказал душат слезы. Это то, о чем, кстати, вы говорите, что порог восприятия, вот этот болезненный порог европейцев, он значительно выше. Что означает достойная зарплата, которую получил вот этот производитель, работник производства где-то в странах третьего мира? Она достойна для страны третьего мира или все-таки для Европы? Не-не-не, все всегда смотрится на местные условия. Ну, условно говоря, человек должен иметь возможность зарплаты заплатить за какое-никакое благоустроенное жилье, он должен иметь возможность получить корзину продуктов, купить, он должен иметь возможность, если это родители, отправить детей в школу, то есть вопрос тут очень важный, если школа платная, значит, у него должны быть деньги заплатить за школу или за детский сад, если школа бесплатная, то это как бы получается из социальных благ, из налогов оплачивается. Но все это можно подсчитать, и понятное дело, что где-нибудь в Кении это гораздо меньше, ну, будет вот этот вот достойная оплата, чем, например, в той же самой Швейцарии или даже у нас. Да, но воспринимается это все-таки считывается на нашем, на местном, на европейском уровне, который, кстати, тоже отличается регионом от региона. Да, и тут вот такое легкое все-таки лицемерие. Возможно, я не прав, я готов согласиться с тем, что я не прав, но во время обсуждения у меня возникло такое чувство, что меня немножечко пытаются маркетологи и в этом тоже достаточно лицемерно развести. Ну, во-первых, это как раз ощущение наших людей, потому что мы, жители Восточной Европы, вот этого огромной территории, где в течение одного века несколько раз менялись идеологические парадигмы, так вот, у людей, естественно, выработалось очень крайне скептическое отношение, особенно, когда начинают говорить с высокими словами. Я все-таки хочу продолжить вот этим рассказом о финских предупреждениях. Они обратили внимание еще не только на то, что подорожает топливо, что топлива может вообще не хватать. И, следовательно, возникнет проблема, как отапливать квартиры зимой. Если вы нам скажете, что газ будет очень дорогой из-за того, что мы его обложим всевозможными экологическими платежами, налогами, то что нам, вы нам предложите сидеть в холодных комнатах, напялив на себя все, что у нас есть. Еще один важный момент. Говорят, что нужно бороться с эмиссией газов в сельском хозяйстве, не только с коровами. Много с тем. Например, с курями тоже. Так вот, возникает вопрос, чем мы будем питаться? Искусственным мясом. которую мы хотим покупать, на нее поездка повысится цены. Сколько людей потеряют возможность есть нормальную пищу? Опять же, вопрос третий еще. Например, если мы не будем что-то там использовать, условно говоря, рубить лес, потому что лес должен, наоборот, у нас расти пышным цветом и получать, так скажем, улавливать углекислоту из атмосферы, то тогда финны говорят, а что будет с нашей лесной промышленностью? Куда мы денем наших лесорубов, наших столяров, плотников, вообще производителей бумаги? Куда они все подеваются, если мы не будем заниматься, скажем, рубкой леса? Ну, как обычно, вопросов больше, чем ответов, а нам еще из эфира добавляют. Доброе утро. Доброе утро. Да, вы в эфире говорите. Я согласен, я согласен с ведущим во всех ваших рассуждениях сквозит некоторое лицемерие, потому что общество, во главе угла которого стоит прибыль, причем прибыль для определенной кучки людей, эти вопросы никогда не будут решены. мы видим, как тушат пожары, почти весь, так сказать, Дальний Восток в дыму, и никто эти проблемы даже не замечает, когда нефть разлилась по всему побережью, экологической катастрофой, но те люди, за которые должны отвечать, которые должны были профилактику делать, вообще ничего, и нам с высоких трибун заявляют высокопоставленные президенты, говорят, что а это экономически невыгодно, а мы здесь рассуждаем про какие-то пакетики, спасибо. Спасибо. Как тут не вспомнить старину Маркса с его христианатийной фразой про нет такого преступления, на которое не пойдет капитал ради трехсот процентов прибыли. Ну, правильно, так об этом-то и речь идет, и та же самая меня поражает, что почему люди, которые выступают против, так скажем, общества потребления, иронизируют по поводу Греты Тунберг, которая как раз это-то и пытается своим, но она работает в первую очередь на молодое поколение, конечно, пытается объяснить, что, ребята, не нужно покупать новую одежду, пока не износилась старая, потому что в любом случае все это служит не для того, чтобы обеспечить работой вот тех самых людей в Бангладеш, к примеру, да, бизнес не об этом думает, бизнес думает о том, что как бы ему подножиться, навязать ненужные вещи, да, и запускается идея вот это, что мы должны все время менять вещи, вот смотрите, совсем недавно и полугода не прошло, как была внедрена система, закон был в Европейском Союзе оправлен ремонт, смысл которого заключался в том, что производители должны делать, если вы делаете холодильник, холодильник нужно чинить, у него должна быть возможность реальной подчинки, потому что у мастера должна быть возможность купить на свободном рынке запчасть к этому холодильнику, поставить, это же доходит до смешного, и мне летом 2006 года поломался в Испании холодильник, ну и что, пришел мастер, посмотрел и сказал, в этой модели менять ничего нельзя, мы сейчас увезем этот холодильник и привезем вам новый, вот это как раз тоже расход вот этих природных ресурсов, но это выгодно для бизнеса, спросите любого автовладельца, я уж не говорю про автослесаря, несомненно нас слушают люди, которые связаны с авторемонтом, вы посмотрите какие, как можно было ремонтировать машину еще 20-летней давности выпуска, можно было детальку заменить, а потом что стало со временем, теперь уже нужно менять узлы, следующий, так скажем, вариант о том, что вы будете просто менять идеальный вариант, вы просто меняете машину, потому что чинить в ней ничего уже не получит. это как в старом анекдоте про 600-й Mercedes, где полная пепельница, поэтому нужно покупать новый, а новый звонок из эфира сорвался только что, нет, не сорвался, доброе утро. Доброе утро, я вам тоже чуть-чуть в догонку, без вопроса, просто про эту мнимую зеленую энергию, про электромашину, это что у нас сейчас, стартер, провод и батарейка, больше как бы особо, а, ну и ротор, да, ну и больше особо как бы ничего и нет, ну вот на данный момент у нас выпущено по всему миру примерно чуть больше около миллиона миллиона автомобилей, электроавтомобилей, нету ни еще ни одной переработанной батареи, вообще нету, потому что как, как функции ее разобрать может только человек, нету робота, кто это может сделать, поэтому будет очень долго, дорого это, и вот еще одно, вот мы как цивилизованная Европа, я вам задам вот такой легкий короткий вопрос и сразу на него отвечу, мы как цивилизованная Европа, как вы думаете, сколько в процентном соотношении на душу населения мы перерабатываем вот эти простые батарейки, которые мы сдаем в магазинах, вы сами видели, куда их сдавать, вот сколько всего процентов населения сдается в переработку вот этих батарейки, знаете? Нет, ну Константин наверняка знает, предположите процент, примерно около 5 процентов населения, всего лишь 5 процентов населения, вот вам антиболизованная Европа с нашим мнимой какой-то там зеленой энергии, а со школы я еще помню, что батарейка, зарытая в землю, дает радиацию на 1 квадратный метр, пальчик, пальчиковая батарейка. Спасибо за звонок, спасибо, хорошего дня. Ну да, оттуда возникают вопросы, а так ли цивилизованная цивилизованная Европа, и с одной стороны вот эти все батарейки, которые выбрасываются, бешеное потребление, которое в том числе завязано на, прямо скажем, рабском труде в странах третьего мира. Ну вот получается одна очень интересная картина. Дело все в том, что становится совершенно понятно, дорога к светлому, зеленому будущему, даже в рамках природы, то есть, как говорят, оно наступит, оно обязательно наступит, но до этого нам нужно потерпеть какое-то время, мы должны понять, что мы, многие из нас лишатся работы, многие из нас, им будет тяжелее платить за квартиру, даже коммунальные платежи, даже в своей квартире, поэтому придется съезжаться, либо, то есть, вернется такая, может вернуться эпоха коммуналок, потому что люди просто в одиночку не смогут содержать теплую квартиру, да, возникнет проблема, меньше будет автомобилей, то есть, они, как бы, хорошо бы, чтобы были, но очевидно, для очень многих альтернативой станет пересаживание на двуколесный транспорт, на те же самые, ну, это уже теперь будут электромотоциклы, электровелосипеды, электромопеды, может, какие-то тележки трехколесные, то есть, короче говоря, жить придется более посредством, туризм, вот этот самый, международный, да, он потихонечку подзахереет и станет, как и сто лет назад, прерогативой людей самых обеспеченных, потому что они смогут платить за вот эти левджеты, маленькие самолеты, вот, значит, на машине просто тоже не разъездишься, бензинчик будет стоить бешеных денег, электричество, несомненно, обложат новыми налогами, оно и сейчас дорожает, а будет еще больше дорожать, но в конце этого нам ставят приз, не случится, мы избавимся от мировой катастрофы и создадим для наших детей, если не для нас, то наших для детей и внуков уже стабильное зеленое будущее. Вопрос заключается... Звучит достаточно апокалиптично на самом деле, то есть, мы в своем цивилизационном развитии, в той самой цивилизации откатываемся лет на 100, на 150 обратно. Опять же, будем откровенны, все эти массовые путешествия лоукостерами в основном, бешеное потребление, все эти новые модели и одежды, и товаров, они все стали нам привычны в несколько последних десятилетий. Да. Веками, тысячелетиями люди жили по принципу, где родился, там и пригодился. Тут возникает вопрос, а действительно, все, о чем писали фантасты, все эти летающие какие-то автомобили, бешеные высотки, то есть, высокотехнологичное будущее, настолько ли оно реалистично? Или действительно, мы возвращаемся back to nature, будем ходить в рогожки, будем ездить на велосипедах, зато будем здоровее и сильнее духом, мы опять съезжаемся в коммуналке, как только что прозвучало, но есть еще один вариант, мы перераспределение в глобальных масштабах, то есть, мы уезжаем туда, где жить дешевле, страны те самые третьего мира, то есть, европейцы массово мигрируют в Азию, Африку и так далее. Но, надо сказать, что как раз европейские специалисты предполагают, что может быть не в Африку, она может быть в деревню, в свою местную деревню, и занимаются опять огородничеством, выращиванием картошки на своем приусадебном участке, то есть, я даже видел такие материалы, что описывается вот этот российский феномен дача, но он считается для Европы это российское такое, да, понятие дачи, на которой не просто отдыхают, как загородный дом, а на которой что-то выращивают для внутреннего потребления, так вот это рассматривается, что это как очень важный элемент, возможно, как раз то самое решение для будущей, так скажем, экономики зеленой, да, человек живет на земле, и он выращивает для своего, такое своего рода натуральное хозяйство, надо заметить, что есть и в европейских странах уже достаточно большое количество людей, которые придерживаются и голосуют, именно вот за этот возврат, возврат к вот этому самому, к этой самой жизни в полной гармонии с окружающей средой. Есть те, кто выступает за развитие технологий, высоких технологий, но опять же для жизни в гармонии с окружающей средой. Но самое главное, и их критикуют за это, что никто не говорит о том, какой ценой все это благодушное вот такое прекрасное изменение будет осуществляться. Кто должен положить свою жизнь за то, чтобы другие позволили себе жить в городе саде? И вот это, мне кажется, очень важный вопрос, и о нем будут говорить сейчас очень долго, потому что он, этот вопрос, несет в себе угрозу мощнейших социальных конфликтов, попросту говоря, гражданских войн. И вот тогда уже не будет, тогда уже болевой порог очень быстро спустится, как показывает европейская история 20 века. 120 лет тому назад никто не мог поверить, что люди будут друг друга травить, как крыс, химическими веществами, ядами. Но в 1915 году это стало повсеместной практикой. Понимаете, вот в чем дело. и предупреждение есть очень серьезное. Звонок очередной у нас. Доброе утро. Сейчас наверняка появится снова. Но хорошо, тогда получается... А, есть, 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 есть. Да, доброе утро. Говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Да, смелее, а главное громче. Я хотел спросить такой вопрос. Слава нашей Мауси, я бы хотел, чтобы вы сказали, почему у нас электричество повысилось в полтора раза. По какой причине? Спасибо. Очень плохо слышно, но в целом вопрос понятен. Почему резко подорожало электричество? И, кстати, отопление тоже. Электриков или этих самых наших спросить. Ну, я имею в виду компании, которые поставляют. Но они уже про это говорили, что дорожает газ, основной энергоноситель и продукт, и растут цены в международной европейских энергетических биржах. А отсюда уже начинают потом уже расти, поскольку везде накрутки идут, начинает расти цена. Типа того, что как ни крути, но электричество становится пока что не больше, а меньше. Растет его потребление. Мы отказываемся от закупки белорусской электроэнергии. Впереди нас ждет отказ от закупок электроэнергии, которая произведена неэкологичным путем, либо она будет облагаться дополнительным налогом, если это будет получено с помощью, например, угольной генерации. То есть нужно понимать, что электричество тоже становится роскошью, и оно станет роскошью. При этом дровами топить нельзя, потому что вырубаются леса, вырубать леса нельзя, углем топить нельзя, потому что угледобыча она тоже вредит окружающей среде. Когда это все закончится, Константин, когда наступит светлое будущее? Что-то как-то, мне кажется, оно подвигается в горизонте событий все дальше и дальше, ближе к бесконечности. Как раз вот об этом идет разговор, о том, что светлое будущее начинает колебаться между фильмами «Безумный Макс», «Дорога ярости», и фильмом «Элизиям», «Рай не на земле». Любой желающий может эти фильмы посмотреть. По-моему, они даже выложены в свободном доступе. Посмотреть варианты развития нашего будущего. Потому что самое главное, я полностью согласен с нашим слушателем, который сказал, что пока не будет решена вопроса, не будет решен вопрос о том, что как может функционировать общество свободного рынка, построенное на примате роста потребления, не будет решен и вопрос о том, что как можно это самое потребление сокращать. Но это получается как в том анекдоте про пчел, которые против меда. Так что, пожалуй, сегодня на этом можно остановиться. Нам в любом случае пора сегодня останавливаться, время наше вышло и мы получили ответ на главный вопрос этой пятницы программы «Климат-контроль». Действительно ли дорого стоит экологичная жизнь? О, еще как дорого. Константин, огромное спасибо. Встретимся через неделю. Радио «Болтком» продолжает свое вещание. Впереди семь дней и ночей в гостях писатель Лев Клиот, а также Яна Бункус, доцент школы бизнеса Туреба. Оставайтесь с нами. До свидания. Радио «Болтком». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова